70% жителей Германии по-прежнему поддерживают санкции против России, хотя, теперь внимание, 72% из них считают, что по факту эти санкции наносят больше ущерб экономике ФРГ. Такие данные публикует местный институт изучения экономики. И даже не спрашивайте, как это называется, без Баварского тут явно не обойтись. Другой вопрос, что еще вчера, казалось бы, сытым бюргером, очевидно, придется пить все же больше горькую и без закуски, ибо денег на нее не будет. А проблема, конечно, в том, что Берлин официально скатился в рецессию, которую непобедимый Арсула фон дер Ляйн обещал Кремлю и на долгие-долгие десятилетия и поколения. Пока, опять же, господин Шольц еще в январе обещал, что спадов ФРГ не будет, вспоминается знаменитая Ельцинская тверда и четкая. А также после недавнего сходничка о Большой Семерке все тот же самый большой начальник Германии высказал мысль, цитата, «перспективы немецкой экономики очень хорошие». Ну-ну, мы-то верим, как не поверить, другое дело, что экономисты, которым так-то по званию надо бравурные речи произносить, прогнозируют отставание роста экономики Германии от остального региона на долгие годы, а Международный валютный фонд оценивает, что в этом году экономика ФРГ будет худшей из стран Большой Семерки. И дело, конечно, далеко не в том, что цены на энергию подскочили, так что потребление мяса в Дойчуэнде сократилось до уровня 1989 года, то есть, считай, до падения Союза, когда гражданам-буржуям резко карта поперла. Важно понимать, что не только Россия поставляла свое сырье в Германию, но и для немецких товаров Россия, какой сюрприз, хотя мы сто пятьсот раз об этом говорили, была отличным рынком сбыта, а также вообще и в целом импорт из ФРГ просто обвалился. Промышленность встала колом, все как обещали вредные эксперты. Дорогие товары никто брать не хочет из-за резкого роста себестоимости, но и вывоз заводов под детские смехи Олафа Шольца тоже никто не отменял. Еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов, я автор и ведущий канала «Не конец истории». Каждый день, скоро, уже будет два года, вы слышите мой голос, если я не болею, как недавно, и узнаете новости. Но теперь, когда монетизацию в России отключили, а проекту еще и добрые люди прикрутили просмотры, без вас никак. В нашей команде тоже работают люди, которые тоже должны кормить свои семьи. И хотя многие сейчас посчитают, что мы тут все пересядем на Феррари, было бы все так просто. Впрочем, если наберем фото, обязательно выложу. А потому заранее спасибо всем, кто поможет проекту. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику, ведь это не конец истории. Итак, экономика Германии обвалилась. Пока еще не так красиво, как в кино, но инфляция продолжает разгоняться, или как минимум точно не тормозит, а про промышленный рост можно просто забыть. И вот как результат, Volkswagen, который продает, продавал, простите, больше автомобилей в Китае, чем любой другой автопроизводитель, заявил, что поставки в Поднебесную крякнули на 15% за первые три месяца 2023-го. Другой концерн, а это крупнейший в Европе химический конгомер Адбас, который сокращал штат в Германии в угоду строительства завода в Китае стоимостью 10 миллиардов евро, пока хорошие зарплаты бургеров сообщил о падении продаж в Поднебесной уже на треть. Или вот третий пример продажи всем известной Бош в Азиатско-Тихоокеанском регионе в первом квартале сократились тоже почти на 10%. Надо объяснять, что это не совпадение, но система. Однако, как вы видите, судя по настроениям простых немцев, их вроде как все устраивает, а бедно жить не запретишь. И мешать точно никто не будет больше, рассказывайте, что в Северной потоке чпокнула группа любителей на простой яхте. И это точно не конец истории.